хай пацаны всем здорово идемте покажу что происходит происходит пацаны короче следующее смотрите собираем мотоцикл урал вот смотрите что сейчас в данный момент это видео выйдет тогда наверное когда уже мотик будет полностью собраны она будет смонтирована в цельный видеоролик но только кто посмотрит полностью этому огромное спасибо и уважуха в общем что ребята смотрите рама полностью зачищена вот завтра будет днем полностью будет шкурится наждачной бумагой до грунта она грунтована в заводском грунте заводской грунт имеет такое знаете коричневая коричневый слой после черного но это не суть я не буду об этом рассказе это не очень вот что основная задача надо будет чистить крылья крылья изнутри когда мотоцикл взял у деда крылья изнутри были в идеале но когда я поездил несколько зим они уже полностью заржавели но гнили нет просто ржавчина поэтому чистится все снимается брызговики чистится все дрелью там болгарки с насадкой щеткой по металлу до железа потом цинкуется но цинкарем сжавчина вся убирается и потом кислотным грунтом я покрываю и короче грунтую крашу и замазываю мастикой битумный такой с слоем пол сантиметра с резиновой крошки колесо сзади будет стоять это спереди будет стоять колесо вкупленное у парнишки там знаете ну короче просто купил у парнишки идеальное колесо ровные запаски она тоже сегодня уже все вышкуренное осталось его помыть обезжирить и покрасить в черный цвет резина здесь хорошие и потресканы далее что далее 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 остается заниматься баком бак просто заматуется естественно и покраситься ну загрунтуется по идее покрасить так он вообще ржавчики нигде нету коробка передач коробку передач коробка у меня перебрано с ней как бы все огонь вот санечки все поменяны все огонь скорости работают все огонь за исключением задней передачи она вылетает мы задней передачи мне как бы не нужная на одиночке смысла как бы нет ну так было бы прикольно но в будущем планирую поставить коробку от днепра дальше руль руль меня в нормальном в идеальном состоянии вот он у меня покрыт силиконом когда при перевозке потом все оттереть тупы так здесь тормоза здесь у меня ось и короче материал купленные для покраски уже видеть не купил вот такую штучку это при покраске будет фильтровать отсеивать короче скажем так влагу с компрессора хорошая штука если саня паук смотрит то он понимает о чем речка он тоже занимается покраска так кислотный грунт вот такой вот хороший кислотник это в районе там не помню 300 с чем-то рублей дальше что ребята подножку будет чиститься также насадкой мощный по провод по проводке у меня все окей и все перематывал да ребят дальше что еще не забыл сказать про сиденье сиденье у меня купленное цельное оно не новое оно подушатанное но каркасик целенький каркас сиденья целый смотрите сам каркас само железо оно целое вот единственное что мне остается это полностью перетянуть вот эту обшивку и в принципе все будет окей короче надо перетянуть вот эту вот обшивку смотрите вот это вот черное умеет старые чехлы в хорошем состоянии от аудюхи я наверное перетяну ими вот а то вот это вообще скользкая все прямо на очень скользкая не прям и в идеале конечно туда вшить коврик обогрева с ашана или там с какого-либо магазина по дешману купить коврик обогрева стоит рублей наверное 300 вот сюда вшить соединить и сидуха будет с обогревом это уже огромный плюс ну и в принципе все так еще что друзья я успел сегодня сделать сегодня смотрите я подготовил маятник вот покраски я его полностью почистил замотовал подножечки подготовил правда не все нет хотя все просто остальные там лежат и амортизаторы тоже подготовил покраски осталось еще немного замотовать их и в принципе все так вот дела продолжаются дела идут сейчас будет следующий выпуск через день или завтра или послезавтра для вас он две секунды пройдет итак друзья всем здоровы еще раз всем привет пацаны в общем что короче сегодня делаю я сегодня буду красить уже раму смотрите рамот мотоцикла урал полностью зачищенная вот диски зачищены замотованы обезжиренный рамок тоже обезжирена покраски буду еще раз обезжиривать полос обезжириваю специальный и смотрите что друзья смотрите имеется такой краскопульт вот имеется вот такой краскопульт и к этому краскопульт и я ребята взял вот такую штучку вот короче отделитель влаги бывает то что с компрессора летит влага да там ну какие-то ну могут быть масляные пятна там на краски на потом поверьте на свежеокрашенный это вот как раз таки все летит с компрессора и вот такой штучкой я сейчас вот это вот выкручу откручу но прежде чем откручивать это нужно надо короче надо разогреть перед чем откручивать потому что она закручена на фиксаторы вот и затем и соответственно когда мы будем закручивать мы что сделаем мы намотаем немного фум-лента сюда-сюда-сюда на вот этот переходник не знаю какие цены у вас но у меня вот эта штучка обошлась 100 рублей 600 плюс переходник ну короче нормальная цена принципе и сейчас что еще сейчас смотрите я выкрутил короче лапку заднего тормоза сейчас я смажу ось вернее закину новую смазку туда закручу и буду красить все вместе чтобы потом ну не пачкать свежекрашенную раму и т.д. и т.п. чтобы все было смазано новой смазочкой чтобы все было окей а тем временем друзья обрабатывается ветровик передний ветровик матуется чистится дрожавчина тоже будет от покраски вот короче как то вот так вот кто знает это ветровик он хоть и тоненький но он уже несколько лет короче работает просто на ура короче ребята сейчас будем обезжиривать раму вот мне такое помещение здесь еще обручить вот такой специально для работы так что в данный момент сейчас будем обезжиривать раму перед грунтовкой я думаю чуть-чуть грамм 150 грамм не хватит на раму так с граммом у меня уже мытая бензина вот сейчас еще маленько пройдусь убережно а Площадка под аккумулятором, ребята, это очень важно. Итак, друзья, все, настал момент, когда буду я огрунтовать раму, огрунтовать раму, я буду, ребята, не заморачиваюсь, просто купил грунт кислотный, вот, кто знает, тот понимает, что это кислотник, это вот баллончик стоит в районе 400 рублей, короче, кислотник это вещь, ну что, все, поехали, начнем с самой верхней точки, это вот оно здесь. Даже такой какой-то зеленоватый, вот, сперва припыляем, не забываем, поэтому у нас этого грунта должно хватить абсолютно на все. Распылитель мы поставили по горизонту, ой, по вертикали пока. Конечно, можно по горизонту, сейчас мы его поменяем, желательно его по горизонту поставить. Так, чтобы крутиться, по горизонту лучше я привык. Ну, не то, чтобы привык, а просто на раме мы видим больше поверхностей с горизонтом, естественно, сейчас по горизонту проходим, там, где вертикаль, меняем на вертикаль, но можно просто вот так вот, вот, все. Ну и все, друзья, рама загрунтована кислотником, такого зеленоватого оттеночка, вот, грунтовал только в тех местах, где она нуждается в грунтовке, а так рама грунтованная на Урале с завода, грунт такого коричневого цвета, то есть не каждый Урал грунтован из завода, а этот Урал с 88-го года, он идет в грунтован из завода. Ну, я дополнительно, когда чистил, в некоторых местах нуждалась грунтовочка, потому что я на Мотике ездил зимой, вот, а когда я ездил зимой, естественно, вот здесь вот в районе вот заднего колеса, ну, было очень много снега. Хотя я перед зимой все время брызгал мовилем, покупал мовиль такой в аэрозоле, вот, и здесь, короче, брызгал мовилем активно перед зимней эксплуатацией мотоцикла. И, в принципе, вот как-то вот так вот, везде загрунтовал, все отлично, скоро буду красить. Ну, наверное, завтра, сегодня на улице, уже темно, смотрите. Вот так, друзья, всем привет, сегодня день третий занятия мотоциклом Урал. Идет подготовка к покраске, вот, ну, сейчас на данном этапе идет подготовка к грунтовке, вот, уже почти процентов 70, наверное, 80 готово, вот, подготовка к грунтовке всего мотоцикла. Скоро буду грунтовать, рама уже загрунтована вчера, вот, сейчас я вам покажу, что-то, как происходит. Ну, ульте жара, плюс 25, сегодня какое-то число, 13-е, по-моему, октября, да? Так, в общем, ребят, смотрите, сейчас идет, ну, уже, вернее, подготовлен, короче, ветровик вот этот вот, ну, тоненький, трехсоставной, даже не трехсоставной, 3, 4, 5 частей составных. Он тонкий, он, знаете, качество, ну, так себе, но он со своей задачей справляется, вот, пришлось немаленько помучаться, почистить, так как он у меня уже стоит на мотоцикле давно, ездил я в зиму, вот, поэтому он кое-где ржавчина уже есть. Это, это вообще идет не краска заводская, а это идет этот материал, как он называется, для хранения, короче, консервация, для консервации, короче, краска просто для консервации, а при покупке его надо консервировать. Вот, но мой вам совет, лучше такой ветровик не покупайте, а ищите родной ураловский ветровик, который идет алюминиевый, он хоть и чуть-чуть-чуть поуже, чуть-чуть, да? Вот, но все равно он алюминиевый, с ним не надо будет париться, и он намного жестче, просто ищите, там, на Урал шли очень много разных ветровиков, ветровиков разного типа, ну, там вариантов, варианта три, по-моему, есть у них по размерам небольшие. Вот, дальше что? Дальше я подготовил уже вот эти детали, это крепление ветровика, они также зачищены, даже вот сверху гаечки вот эти колпачковые тоже зачищены, они будут краситься в черный цвет. Ося, я просто почистил, ося, вот эти вот места видим, смотрите, как блестят, все просто шикарно, их я покрою бесцветным лаком, чтобы они не ржавели. Дальше, крепление сидушки, вот, потом эти колпачки на ось, которые вот сюда вот одеваются, где колесо закрывает. Так, что еще, крепление под этот, верхнее крепление двигателя на раму, это тоже нижнее крепление вилки, вот, демпфера, демпфера, вот такие демпферные шайбы стоят, они из арголита, ой, не из арголита, из этого, какого, из текстолита, да. Дальше, что еще могу сказать, сейчас подготавливается крыло, вот, также подготовлена, смотрите, фара, это будет все заклеено малярным скотчем, фара, здесь я приварил вот такие гаечки, смотрите, чтобы они не проворачивались, ну, я думаю, их тут доварить, что ли, ну, так-то они прихвачены, вот, ну, думаю, сверху еще приварить, это я приварил еще давным-давно, вот, смотрите, вот здесь вот шпонг, ну, так, чисто капельки, прямо на мотоцикле приваривал, вот, рама, ой, рама, говорю, фара тоже, ну, корпус переднего, пары, заматован, сейчас мотуется крыло, но крылья, и, в общем, синим цветом сегодня я не буду ничего красить, так как их надо будет еще грунтовать, а синим цветом я займусь, наверное, через дня два только, вот, ну, вернее, приступлю уже к покраске, самое основное, это чистка под крыльями, смотрите, ржавчинка есть, но она так поверхностная, потому что я всегда брызгал мобилем, вот, и, соответственно, она будет чиститься дрелью, насадкой на дрель, щеточка, она это все уберет, ну, посмотрим, как она справится, сейчас ничего не буду говорить заранее, это крыло у меня, оно опущено вниз, крепления пересверлены, вот, смотрите, сейчас я маленько их сделаю побольше, так как я помню, когда я их сверлил, это была, это была зима, вот, я опускал крыло, опускал ветровик, и опускал я крыло для такой цели, чтобы у меня здесь были установлены две такие квадратные, ну, квадратные противотуманные фары под крылом, чтобы для них было место, поэтому я опускал, в принципе, крыло вниз, чтобы под фарой, под ветровиком, потом вы это все увидите, было место, вот, мотуется, еще осталось два синих элемента, нет, вернее, три, это на вилке, вот эти, где перья, вот, синие такие, кошуха, их надо будет замотать, и, получается, нужно будет замотать заднее крыло, также почистить, и бак, в принципе, все, синими элементами все готово, ну, и, в принципе, все, ребят, как-то вот так вот, здесь, как вы видели, уже вчера я вам показывал, здесь рама, загрунтованная кислотным грунтом, вот, сейчас я ее тоже обезжирю, маленечко пройдусь наждачкой кое-где, ну, для лучшего зацепления краски черной, потом, что еще, загрунтую колеса, уже все, практически все обезжирено, ну, промыто бензином, да, бензином, чистым бензином, два раза все промывал, после, как замотывал всю поверхность, вот, естественно, перед самим грунтом все обезжирю растворителем, вот, нет, не растворителем, а обезжиривателем, и, в принципе, все, вот, смотрите, столько деталей, маятник тоже хорошо оттертый, амортизаторы, в принципе, как-то вот так вот делишки идут, вот, не спеша, но верным путем, вот, здесь все заклеено под номерок, здесь тоже все заклеено под подшипник, подшипнички у меня стоят новые, я не помню, сколько лет они стоят, но они стоят, с ними все окей, они, правда, стоят у меня китайские, но с ними все окей, просто не поверите, с ними все окей, шарики тут в этих подшипниках наборные, то есть их нужно, ну, их просто так не закинешь, их нужно обязательно макать в пластинчатую смазку, Я лично использую синюю смазку для подшипников высокотемпературную. Она держит температуру плюс 300 градусов, она не стекает. Хорошая смазка. На солидол, конечно, сажать не советую, так как солидол это уже не смазка. Очень многие люди ее уже не принимают, ну как бы не считают за смазку. Только хорошие, качественные смазки пластинчатые я использую. Потому что как бы век уже новых технологий. Ну и все, ребят. Красить буду таким вот компрессором.